Всем привет! Сегодня я хочу вам показать пятую площадку. Вот сейчас мы стоим на Краснореченской и поворачиваем налево. Если вы давно не были в Хабаровске, то вы, наверное, можете обратить внимание, что вот это здание, которое на самом повороте, его отреставрировали. Там уже будет такой, видимо, неплохой торговый центр. Сейчас уже там магазин Амбар открыт, хороший продуктовый магазин. Ну и еще много других, я чувствую, будет, потому что площадь достаточно большая. Также снимаю по просьбе моих подписчиков этот район, чтобы просто люди увидели, как сейчас здесь все происходит. Многие, кто уехал из Хабаровска, им интересно. В общем, что хочу сказать. Пятая площадка всегда считалась в Хабаровске таким криминальным, отдаленным районом. Не обижайтесь на меня, те, кто здесь живет. Просто я говорю, это общий стереотип, который сложился за долгое время. Я лично частенько сталкивался с ним. И даже в социальных сетях шутки насчет пятой площадки и так далее. Но, как говорится, это было раньше. Вообще сейчас все стремительно меняется. Пятая площадка, она тоже стала намного более ухоженной, намного более интересной. Сейчас вы сами это увидите. И вообще, как бы, я удивляюсь просто людям, которые ноют и говорят, что вот сейчас все плохо и так далее. Ну, лет 20 назад посмотрели бы, как жилось вот даже здесь, в этом районе. И что здесь происходило, какие здесь полуразрушенные здания стояли. Сейчас тоже, конечно, есть, но многое очень сделано. Вот сейчас мы завернем, и я вам покажу местный ДК, который полностью реставрирован, который функционирует. Туда ходят детишки заниматься. Вот сейчас подъедем, там, увидите информацию на плакате о том, что здесь, какие мероприятия проводятся. Вот, то есть и спектакли, и детские разные выступления, и клубы, и все здесь есть, все здесь работает. Поэтому, ну, впечатление приятное. По крайней мере, по сравнению с тем, что было. А стояло здесь все это в ужасном виде. Я не помню даже, оно вообще функционировало или нет. Ну, сейчас я проеду немножко тоже по пятой площадочке, до самого тупика, чтобы вы посмотрели, что это за район. Конечно, он не близкий от центра. Ехать до него достаточно, ну, приличное расстояние. Но у нас есть и более дальние районы, которые, тем не менее, пользуются популярностью. Например, южный микрорайон, там вообще многие достаточно успешные люди не считают зазорным жить. А он, ну, подальше, честно говоря, находится и, соответственно, ехать до него дольше. Такая-то автология получилась. Конечно, многое еще здесь предстоит сделать, но, как говорится, никогда не бывает ничего идеального. И в плане криминальности тоже здесь сейчас все спокойно. Вообще, в Хабаровске достаточно, достаточно такой город. Я, конечно, все это говорю, а спереди такая полицейская машина едет. Видимо, с кучей государственных преступников, наверное. Ну, так уж получилось. Вот здесь справа больничка. Вот, сейчас она уйдет. Будет получше видно все. Можно здесь проехать до южного микрорайона. Дорога там, правда, не очень. Такая объясная, так сказать. И не часто я, честно говоря, по ней перемещаюсь. Но я знаю, что она есть в случае необходимости. Можно коротким путем выскочить туда, в южный микрорайон. Цены на квартиры здесь невысокие. На аренду тоже невысокие. Поэтому такой бюджетненький райончик. Вот эти вот справа сталинки, их подреставрировали. Выглядят они вполне прилично. И слева тоже дома, видите, тоже все побелены. Ну, в принципе, на обычный нормальный микрорайон. И, конечно, тоже новых домов тут тоже немного. Но вся инфраструктура необходимая для жизни вся есть. Поэтому, я вас не могу взять. Пускай, значит, моя дорога. Ну, и вот, собственно говоря, мы его весь проскочили. Слева вот такая церковушка находится, интересно, голубенькая. Ну, в общем, так я вам, конечно, не все показал. Но по основной дороге проехал. Пишите, что вам еще снять такого интересного. Всем пока.